Модель мантикторакционной сверхновы – это та модель, которая, в общем-то, последняя, наверное, из предложенных, но, видимо, она объясняет, в общем-то, энергетику взрыва, в то время как остальные имеют проблемы с этим делом, то есть самая главная проблема – объяснить энергетику взрыва, которая должна проявиться в наблюдаемом области из колокса, то есть из колокса, где этот колокс должен привести в каком-то наблюдаемом взрыве. Вот это проблема большая. Затем я расскажу о гамма-сеплесках и так называемых софт-гамма-репитерах – это мягкие гаммы-повторители, это особый класс объектов, который вначале имел свой, так сказать, не отличался от колокс-сплесков, их так и тоже кванцифицировали, но он сказал, что это совершенно другие объекты просто. Они внутри галактики находятся, а гамма-сеплески находятся вообще на краю света. Вот прогресс большой наблюдательной наблюдения гамма-сеплеска связан вот с наблюдениями оптического костя свечения. В частности, у одного из этих объектов это костя свечения было видно в простых глазах, то есть это такая яркая звездочка, которая была открыта, это открытие было сделано российскими учеными, что замечательно. Правда, это было сделано на телескопе в Чили, но это была и наша аппаратура, и наша, так сказать, идея этого дела. Ну и дальше вот модели софт-ритмитера, вот это вот магнитары и дядя Гребер. Значит, сначала о происхождении, предполения правильных звезд. Это происхождение связано, видимо, с сохранением просто магнитных потоков. Из существующих звезд на небе разброс магнитных полей примерно 3-4 порядка. То есть имеются магнитные поля, а может даже больше, если Солнце 1 гаусс, допустим, 10 звезды 10-5 тысяч гаусс. И при колобусе, так как очень большой размер, поле не успевает затопнуть, оно практически уменьшивается в соответствии с законом сохранения магнитного потока. Поэтому, если вы поля современных звезд, допустим, 10-5 тысяч гаусс, возьмем такие, уверенные, то при сжатии звезды от радиуса Солнца, это примерно, это значит 7 до 10, 10 сантиметров, до радиуса нейтронной звезды, это 10 километров, получается поле у нейтронной звезды примерно в 11-10, даже больше, 10-12. Это было впервые, так сказать, отмечено в дизитурном еще в 64-м году. Ну, нейтронные звезды были открыты как радиокульсары. И открытие-то было достаточно случайным, потому что все ожидали наблюдать аренгеновские источники изоокреции, но оказалось, что радиоизлучение, так сказать, вышло на первый план. Никто не мог предполагать, что радиоизлучение может быть таким мощным, вот такой маленькой звездочкой. Т.е. до самого гигантской яркости температуры там 10-25 кг. Но это ясно, что и тепловое излучение просто типа либо Мазарта, либо там какие-то звезды. Но, тем не менее, это излучение было открыто, и как раз оно было открыто, в пользу очень сильных магнитных полей. Потому что модель, которая удовлетворяла всем наблюдать как данная, это модель наклонного рота. То есть это вращающиеся нейтронные звезды, но наклонное магнитное поле. Луч, пин, так сказать, выходит по полюсу, по магнитному полюсу, и, за счет вращения, он ударяет наблюдателя, который на той точке диабетона, получает такой импульс. Ну, импульсы эти идут с огромной точностью, но, тем не менее, после длинных наблюдений, там, после длинных наблюдений, проявляется изменение вращения. То есть все пульсары, разные пульсары, все замедляются. То есть их энергия вращения превращается, они следят просто за счет своих энергий вращений. И, зная скорость потери энергии, так сказать, скорость потери энергии определяется не из наблюдения излучения различных диапазонов, а из уменьшения скорости вращения, потому что, если у нас есть пыль с точкой, то мы можем, так сказать, найти изменение с точки, зная омега, омега с точкой. И, если принять, что поле пульсара дипольное, ну, на самом деле, поле сложное, но дипольная компонента самая медленно спадающая, и дипольное излучение всегда преобладает. Поэтому, приравнивая, так сказать, скорость потери энергии к энергии, излучаемой мощности дипольного бусина, получаем оценку на магнитное поле пульсара. Как раз эти магнитные поля, как раз, расположены в том самом деле, в котором был расход оценен за счет сжатия и сохранения магнитного потока. То есть здесь, в общем, более-менее правильная, скорее всего, наши взгляды правильная. Вот это пульсары, которые, на этой диаграмме, где здесь производные периоды, здесь период, рассмотрены различные типы пульсаров. Сейчас уже здесь несколько тысяч пульсаров, ранних пульсаров, древние, конечно, меньше. Видно, что они ображают две группы таких. Для данной лекции это не важно. Просто скажу, что это пульсары, которые не испытывали никаких внешних воздействий, то есть на них ничего не падало, они просто сами-то себя эволюционировали. Скорее всего, магнитная поля там практически остается тем, которым она была прирождена. Потому что внутри нейтронной звезды огромная проводимость и время затухания поля очень больше жизни среды. А здесь расположены те пульсары, в которых поля, скорее всего, уменьшились за счет падения на них вещества. То есть вещество падающее аккоррогирует поле, и получается пульсар с гораздо меньше магнитным полем, но он еще подкручивается, и получается очень маленький период. Так называемую группу подкрученных пульсаров. Эта группа является очень важной и информативной с точки зрения проверки фундаментарной законы физики. В частности, проверка общей теории относительности и общей теории дикотения как раз осуществляется на этой группе пульсаров. Потому что эти пульсары не очень понравятся для этого. Ну вот, образование нейтронной звезд и пульсаров происходит в результате эволюционного полоса. Значит, массивная звезда эволюционирует. Там выгорают ядерные горючие, водород, потом гель и так далее. Все эти стадии очень хорошо изучены теоретически. И в итоге получается, так сказать, звезда состоящая из довольно сравнительно небольшого ядра железного или элементов железного пика, которые, я говорю сейчас только о массивных звездах, с массовыми больше, там, вестива солнца. Которые, собственно говоря, являются прородителями другого звезда. Вот, получается, железное еду с массой порядка двух солнечных или, там, немножко меньше. И, так как железо – это наивеньшее, то есть у него максимальная и вверхая связь, любые превращения приводят к поглощению энергии, поэтому гравитация не равновешивается и происходит потеря устойчивости в коллапс. И вот вопрос о том, как, так сказать, превратить коллапс во взрыв. Вот это самое главное главное. Значит, кроме его, я говорю, вторая часть, если согласна. Первое, существует еще один тип сверхновых, который называется сверхновыми типа 1А. Это сверхновые, которые являются результатом не коллапса, а просто травмонентального взрыва, выраженного у библиотекислородного ядра. Эти сверхновые, происхождение – не то, что другое. Видимо, они связаны с, так сказать, двойными системами. И они как раз и являются, в общем, весьма однородными и используются для космологии. Для космологии используются вот эти сверхновые. А мы будем рассматривать другие сверхновые, которые далеки нейтронных звезд. Потому что здесь никаких нейтронных звезд не образуется, а происходит полный разлёт всей звезды. Значит, при коллапсе выделяется энергия, порядка энергии связи нейтронной звезды. Это вот где-то 5 на 10, 50 миллиметров. Это 20% от массы покоя Солнца. Огромная энергия. Но эта энергия выделяется в виде слабого взаимодействующих частиц нейтрина. То есть, практически вся энергия свет, вся эта энергия свет переходит в нейтрина. И, значит, проблема состоит в том, чтобы как вот с помощью этой нейтрина нагреть внешние слои звезды, чтобы они сумели взорваться. Вот изучение этого процесса, этого процесса было посвящено очень много работ. В первых работах Калгейта-Вайпа, где, так сказать, сечения были взяты немножко замышлены, скорее всего, был получен взрыв. Но потом, когда всё уточняли, уточняли сечение слабого взаимодействия, там разные процессы, взрыв не получался. То есть, образовалась ударная волна, она затухала, потому что вещество, так сказать, с железа диссоциировало там, на нуклоны, и всё, так сказать, замирало. Поэтому наблюдаемая энергия сверхновой, второго, ну, собственно говоря, не вся эта энергия, 1051-й эр получать не удавалось. А удавалось получать, может быть, там, на два порядка меньше. И так далее. Вплоть до настоящего времени эта нейтринная сверхновая плохо работала, ну, не получится. Ну, значит, вот другой механизм, модиферационная, о которой произойдёт встать, он основан на другой, так сказать, идее. Использование вращательной энергии звезды, потому что при сжатии звезды увеличивается не только магнитное поле за счёт сохранения магнитного потока, но и вращательной энергии за счёт сохранения углового магнита. Поэтому, собственно говоря, бульсары так быстро вращаются, там, с периодами секунды, там, а некоторые, вообще, миллисекунды. Поэтому у них накапывается большая вращательная энергия. И магнитное поле является тем передаточным, так сказать, ремнём, который может превратить эту вращательную энергию в вращательную зарывную. То есть вот эта вот модель была распространена ещё в 70-м году в моей работе. И вот через пять лет мы рассчитали уже одномерную модель этого процесса, которая связана с рассмотрением цилиндра. Звезда была определена цилиндром. Рассматривалась, в общем, цилиндрисо-симетричная модель. Вот магнитное поле вначале было радиальным, естественно, всё рассматривалось. Задача решалась во внешности некоторых гидра. И оболочка дифференциально вращающейся. Вот это начальная, если смотреть сверху, это вот начальная стадия. Гидро и вот, так сказать, вот этого того, что дифференциально вращающаяся. За счёт дифференциального вращения увеличивается азерутальный компонент, фитоэкопонентный поле. Появляется магнитное давление и угловой момент передаётся из внутренних слоёв на руку. И здесь имеется один параметр, альфа. Альфа – это параметр отношения магнитной энергии к гриви сотой. В наших расчётах первых был довольно большой параметр. Вот здесь вот, то есть одна сотая, тут ещё считалось даже одна десятая. Но это большой, потому что магнитная энергия обычно намного меньше гриви сотой. Реально это десять минус, там, восьмой, десять минус десятый. Но тем не менее качественно мы получили взрыв одномерный. И время взрыва зависит, то есть энергия взрыва практически не зависела от поля. А от поля зависит только время накручивания. То есть поле накручивается, достигается определённого значения магнитное давление и происходит взрыв. И вот во время взрыва было обратно к самому начальному значению магнитного давления. Альфа – это отношение магнитной энергии к гриви сотой. Начальник, например. Вот эта модель, там, магнитный интеграл h квадратный 8b по партнему. А гравиационная энергия – это g квадратная. Но одномерная модель, естественно, не могла бы служить, так сказать, доказательством. Потому что реально, если учесть ещё дополнительные измерения, возникали дополнительные эффекты, всякие неустойчивости, которые, в общем-то, могли бы даже, так сказать, причинить какие-то... В общем-то, могли бы это помогли. Но, к счастью, это бы не произошло. Даже наоборот. В течение, вот, примерно, десяти лет, после этого даже, может быть, больше, шла работа над написанием кода, двумерного кода магнитной гидродинамики. Эта работа была проверена под руководством Артельяна. То есть, фактически, это его идея этого метода. Это его, так сказать, аспирант. Ванисеенко уже присоединился позже. Он у нас сейчас был наш общий аспирант, а вот и Чернидовский тоже. То есть, фактически, вот, сначала начали с Артельяна Чернидовским, а затем ещё Ванисеенко этим задался. И вот где-то в 1995 году был сделан этот код, и тогда же будет сделан первый расчёт у Чернидовского без магнитного поля. И уже, вот, в том году мы рассмотрели применимость этого кода к задачам астрофизики, это просто коллапс на дорогу. А уже после 2000 года было включено магнитное поле и получился, так сказать, взрыв, который я сейчас скажу. Во-первых, сначала несколько слов о коде. Это очень уникальный код, который, в общем, нигде больше не используется. Это просто очень трудный код, но позволяет сделать очень много. То есть, это лагранжев, неявный лагранжев код на треугольный сет. Треугольная сетка, она увеличивает, так сказать, состояние с этого кода, а неявный, неявный сетка позволяет сделать большие шаги во времени, чтобы, так сказать, избежать вот этого условного уровня, когда мы должны быть очень много шагов в январе сетки, которые в основном здесь будут. За счёт этого мы смогли гораздо дальше продвинуться и считать, так сказать, тут имеется два разных времени в этой задаче. Время накручивания поля и время взрыва. Эти два времени очень разные. Время накручивания поля намного порядком больше. Если бы мы использовали явный код, то ограничения были бы как раз за счёт вот этого маленького времени, гидродинамического. Поэтому большинство, так сказать, исследователей этой модели, которых сейчас уже очень много в разных странах, они используют очень большое код, чтобы, так сказать, использовать явную схему и получить какой-то результат. Здесь мы рассматривали поля самые разные, от альфа 10-2 до 10-12. И все-таки это перестраивание, так сказать, помимо своей вот этой качества, она ещё перестраивалась, поэтому можно в местах наибольше кредиентов, так сказать, больше этих самых ограничений посадить. И сохранить точность при наличии сравнения небольшого числа ячеек. То есть это очень помогает, потому что, допустим, имея 20 тысяч ячеек всего, мы получаем точность эквивалентную, допустим, миллиону примерно, ячеек неперестраивания LRV. И вот здесь вот. И вот тут, видите, это просто как происходит перестройка сетки. Это вся звезда слева, слева вся звезда, а справа только центральная часть. Видите, как происходит сгущение сетки в центре. И видно возникновение различных там движений таких вихрьевых и так далее. Эти вихрьевые движения очень важны для, так сказать, процесса срыва. Рассчитывалось, начало модели было сферическое, вот это вот распределение лечения, распределение сетка отначально, распределение плоскости. Температура бралась, так сказать, она не очень большая, она фактически играет конечную роль. То есть, конечно, здесь нейтрина есть, они изучают, например, половину энергии в виде нейтрина. Но в силу того, что много очень механической энергии, эта механическая энергия позволяет эффективно осуществить взрыв. Как я уже говорил, в нейтрины, модели сириско-синентричные, там вообще 99, там больше 99% энергии нейтрина уходило, и взрыв по этому не получился. А вот вчера Валентин Павлович Чечетки рассказывал о механизме Свернова, там был, насколько я понял, именно нейтринный главный. Да, у него есть модель нейтринная, которая требует такого очень-очень сильного... Я говорю, что нейтринная модель имеет трудности, пока еще она не окончательно, так сказать, похоронена. Один из вариантов, это как раз очень крупномасштабные вихры. Но, так сказать, существующую проблему, как образовать вот эти инститры, они еще пока что не совсем... Ну, то есть, да, эта модель имеет право существования, но... Я вам просто напомню. Я не хочу ее... Она тоже интересна. Но дело в том, что эта модель уже проверена в расчете множество групп, и в Соединенных Штатах, и в Германии, и в Японии... То есть, эта модель всегда дает взрыв. То есть, никаких проблем с оборудованием. Я слышал, что, когда такой перегруз с помощью магнитного поля момента в Солнечной системе работал, при образовании Солнечной системы... Да, конечно. Но это такого же типа, надо сказать? Ну да, все они примерно того же типа. Закручивание и... Так сказать... Вообще, звезда Солнца, почему она медленно вращается? Потому что, как бы, ветер с магнитным полем уносит угловую нормаль. Поэтому осталась медленно вращающаяся звезда. Это тот же самый дождь в Солнечной системе. Только там он происходит на временах Ситут, а это происходит на временах Миллиона Миллиона. Значит, это вот то, что получилось после конкурса, вот такая... с плюсом для модели, с плюсом для звезда. Мы задавали сначала вращение, естественно. Ну, такое среднее вращение, характерное для белого каши. С периодом порядка нескольких секунд. После сжатия, конечно, за счет увеличения главного момента, разошла с плюсомность. Эта модель, это еще пока все не становится, не стационарная ситуация. Но, значит, мы просчитали эту модель без магнитного поля, в общем, до конца. И оказалось, собственно, фактически мы хотели ее выполнить так, чтобы получились результаты, сравнимые с более тонкими результатами других авторов, которые очень тщательно рассматривали процессы нитридного переноса там и так далее. Когда вот ничего не получилось. Но, собственно, мы тоже так подобрали правильную, что у нас тоже взрыва не было. Ну, собственно, оно вполне может быть. За счет нитридного. Вот это вот то, что получилось после конкуса, распределения угловой скорости. Видите, здесь в центре угловая скорость, значит, здесь миллисекунды, то есть 200 оборотов в секунду, а здесь, значит, мы правильно. Гораздо милее. В этом результате, вот в этих двух работах, были жилко на основные результаты. Значит, это сравнение магнитной гетодинамики плюс, так сказать, самопровитация, бесконечная проводимость, акциальная симметрия и политориальная симметрия. Здесь мы рассматривали модель с дипольным полем, были с водополем, а здесь с дипольным. Значит, вот эта вот модель, которая получалась в результате голубуса, быстро вращающейся, туда вставлялось магнитное поле. Сам голубус происходил без поля, потому что оно, так сказать, без накручивания, его динамическая роль не важна. Вставлялся магнитное поле в виде тока. Вот это часть звезды, где ток учет. И этот ток, в зависимости от того, какой ток течет в нижней части, давал либо дипольный, либо водрополь. Если ток в одну сторону, значит получается дипольный. Если в разные стороны, то диполя нет, а получается водрополь. Внутрополь здесь, вот такая вот водропольная структура поля. Внутрополь поля представляется более привлекательным. В каком смысле? Потому что на экваторе, где имеется максимальное дифференциальное вращение, максимальное радиальное комбонентное поле. Потому что закручивается только радиальное комбонентное поле. И она же будет давать взрыв. Но оказалось, что и дипольное поле примерно отдает прям такой же звезд, но в другую конфигурацию. Вот это вот, с квадро поля мы получаем здесь максимальное значение поля, где-то посередине. Оно достигает 10 в 16 галов. В то время как начинали мы с поля нейтронной звезды 10 в 12, что характерно рекурсуар. Но это вот, такое вот большое поле держит в короткое время. Оно, вот это вот, вот это вот, вот это вот, левое лицо. Вот, значит, за счет этого усереднего поля происходит такой выталкивание вещества, образование ударной волны и, собственно говоря, разлет наружу, в которой кинетическая энергия, унесенная, как раз сравнима с энергией сверху. Вполне подходит. В других расчетах, в других авторах еще больше энергии. Мы тоже получали энергию в зависимости от, так сказать, начального вращения, массы, диапазона от 0,5 до 3 до 10,50 кг. Вот это вот как меняются различные типы энергии. Вот здесь вы видите, как вращательная энергия падает, а энергия, так сказать, разлета растет. И в итоге достигает вот здесь вот 0,5 до 10,50 кг. Вот немножко меньше, но... И причем в результате такого коллапса, после того, как все более-менее успокоится, после взрыва остается достаточно сильная хаотическая магнитная боль. Запутанная боль. А средняя боль возвращается к первому значению примерно 10-12 лет. Вот это как меняется масса, выбрасывается масса в течение полусекунды все происходит, без процесса. И энергия. Вот теперь я перехожу к очень важному моменту, связанному с развитием, так сказать, с изменением картины взрыва в двумерной основе. Она, в общем-то, оказывается качественно разной. В одномерном случае у нас разрешены только движения в плоскости. Поэтому, так сказать, поле накручивается, и накручивается, может, долго, если маленькое поле там, то есть время растет как единица на Б. Если же у нас есть возможность двумерных движений, то все сильно меняется. Вот это мы обнаружили чисто, так сказать, экспериментально. Потому что оказалось, что как бы мы не уменьшали магнитное поле, мы бы мы здесь магнитное поле уменьшаем, но 6 порядков. Магнитная энергия на 10 порядков меняется. Времена взрыва, оказывается, изменится мало. Вот, допустим, 0,5 секунд, и почти все они сходятся, когда многонужно. То есть время растет, но оно растет всего лишь эгорифмически. От альфа, то есть пропорционно-эгорифму альфа. И вот этот факт как раз, если посмотрел одну, то еще другие, так сказать, характеристики тоже. Видите, вся травма разыгрывается на полсекунды. Для всех значений магнитного пола. Это связано с развитием магнитно-тракционной неустойчивости. Которая приводит к тому, что поле растет не линейно, как преднакручивание, а экспоненциально. Примеры магнитно-тракционных неустойчивостей в астрофизике очень разнообразны. Это я еще в 50-м году Данжи изучал, потом Тейлор, Спруид, Верихов в последнее время. Больбу в холле рассматриваю. Эти магнитно-тракционные неустойчивости двух типов бывают. Первый тип – это тот, который популярен в теории аккреции. Это когда есть у вас вертикальное поле, дифференциально вращающийся аккреционный диск. И за счет, так сказать, дифференциального вращения, вот это вертикальное поле вылезает языки, и они усиливаются дифференциальным вращением. Это тот тип неустойчивости, который сначала рассматривал Верихов, и который сейчас применяется вот для объяснения аккреционных дисков в развитии турбулентности. Здесь мы рассматриваем совсем другой тип неустойчивости, который рассматривался вот работой Данжи, Тейлор, Спруид, он связан с другим эффектом. Вот здесь вы видите, сейчас я покажу сначала, неустойчивость. Так называется неустойчивость, а потом предлучили уже это вращение. Вот здесь вот видно, как это, какой тип неустойчивости по рассматриванию. Мы рассматриваем неустойчивость, связанную с тем, что сильно закрученное магнитное поле, как сильно закрученная пружина стремится, так сказать, выпрыгнуть наружу, и привести вот таким вот вихренным движением. Вот вы видите, здесь вот есть сильно закрученное магнитное поле, и это поле приводит к наличию таких вихрей. Эти вихры, так сказать, продолжают закручиваться, дифференциальное вращение продолжает их закручивать, и уже чем больше поле, тем меньше масштаб этих вихрей, и получается, что, так сказать, как бы самоусиление поля. То есть дифференциальное вращение вещества в вихре растет в ростном поле, и, соответственно, так сказать, увеличивается. В общем, в итоге мы получаем уравнение для изменения радиального поля, и вот такого типа. Оно приводит к эксконенциальному решению роста. То есть поле растет эксконенциально. Вот здесь вот вы можете видеть в расчетах, что вихрь сначала появляется, но чем больше поле, чем больше накручивается поле, тем быстрее вращается этот вихрь, что вот видно по цвету. Поэтому здесь вот видно как развитие вот этой эксконенциальной неустойчивости подобного типа, типа сжатой пружины. Ну, собственно говоря, это то, что не хотел сказать, механизм взрыва, а теперь, если связать это дело со сверхновыми, в первое, с гамма-сплесками, потому что, как будет показано немножко дальше, а у нас, первое, ну, если у вас есть сейчас фонические... Да, ну, сейчас вот... Гамма-сплески, по крайней мере, два из них связаны со сверхновыми. Или один. Трудно сказать сколько. Остальные есть, или которые указаны на связь, но не столь, так сказать, не столь сильнее. И связь со сверхновыми означает, что мы должны иметь такую модель, которая дает направленный выброс. Потому что гамма-сплеск, как я скажу немножко дальше, он нам должен быть обязательно направленным. Потому что, если он не направленный, то, если он светит на все четыре реки, то энерговыделение превышает все, если вы пределы. То есть это, там, десятки масс... МС квадрат Солнца. Что, в общем-то, за такие короткие времена нет никаких возможностей сейчас... Если же он направленный, то энергия там, энерговыделения на пару порядков уменьшается, и нужно это дело объяснить вот взрыв сверхнов. И этот взрыв должен давать направленный поток. И вот такой направленный поток вещества можно получить, если начальное поле быть квадрат-польное, как, я говорю, при нынешнем расчете, когда получается взрыв такой вот в реальной возрасте. Кстати, существо остатка сверхнов как раз имеет как в таком-нибудь типа форму. Но есть и другого типа формы. Либо вот такая, либо, значит, немножко вытянутая, как уголец. Вот, что связано, видимо, с выбросом Дуреса. Как раз такого типа выброс получается при взрыве вот дипольного потокного поля, который получается, когда оба тока в одном направлении. Текут и, так сказать... В общем, взрыв получается за счет закручиваемых вот этих мест, здесь вот уже радиального поля нет, и поэтому он имеет такой слабый коллинированный характер, который должен потом сильно коллинироваться дальше. Ну, еще один важный момент, связанный с магнитно-формационным взрывом, тоже имеющий в виду отношения к уголам сверхнов, состоит в том, что при наличии магнитного поля мы можем получать асимметрию, сильную асимметрию взрыва. Такая асимметрия наблюдается всегда в виде выставок, значит, прилетящих пульсаров, в виде асимметричных остатков сверхновок. И вот, например, один механизм асимметрии, здесь мы просмотрим. Если у вас есть комбинация полоидального и утраидального поля, то в зависимости от комбинации вот этих асимметрий вы получаете... Если обе асимметрии одинаковые, то, допустим, здесь поле симметрично и здесь квадрополь, тогда никакой асимметрии нет. Но если вы имеете здесь поле симметрично, а то есть диполь, то есть в нижней клубосфере, направление поле разное, тогда вы получаете, что в какой-то из полусфер поле усиливается, а в нижней части оно ослабляется. То есть первоначальное, так сказать, второидальное поле в одном месте ослабляется в силу одного знака, а затем он увеличивается. И тогда мотинкоррупционный взрыв будет асимметричным, а за счет нейтринных процессов эта симметрия может еще увеличиться. Ну и в заключении относительно вот этого раздела я хотел сказать, какие есть наблюдательные сведетельства в пользу магнитно-инкоррупционной модели. Это, во-первых, параллельность оси вращения и оси движения пульсара. То есть в любом случае, при любой подвиграции магнитного поля она всегда накручивается вокруг оси вращения. Поэтому выброс должен всегда быть вдоль оси вращения. А незатронный выброс приводит к тому, что скорость линейного пульсара будет направлена вдоль оси вращения. На большом примере статистического исследования порядка 25 пульсаров было получено, что имеются очень сильные корреляции между этими двумя веками. Ну и, значит, с помощью очень точных измерений это тайминг пульсара. Можно найти не только параметр пульсара, там его P, P, P с точкой, P с двумя точками, но можно найти и его координаты, потому что координаты входят в формулы приведения по рецепту. И таким образом со временем можно от изменений этих координат, то есть изменить собственные движения. И вот эти собственные движения составляют порядка 1000 км в сутку, что, в общем, может быть, только при, скорее всего, магнитном взрыве, потому что так трудно ожидать таких скоростей, причем скоростей, которые корренированы с СССР. с СССР. Пять минут. в результате появилась. Это была обработка результатов спутников ВЕЛА, американских спутников, которые измеряли ядерные взрывы на земле. Вот ядерные взрывы на земле, видимо, они там не ели, потому что там нарушений не было, они следили за, так сказать, законом, то есть соглашением о прекращении ядерных воспитаний. Но зато открыли излучительный способ. И вначале, так сказать, считалось, что это расстояние до них было неизвестно совершенно, потому что ничего про гамма-сперсов не было. Но направление можно было измерить по реангриации. То есть из нескольких времени световой сигнал находится с запасыванием между ними и по комбинациям этих времён запасований можно найти направление. А в течение какого времени всплеск? Влеск порядка секунды. Дельта Т это Дельта и поэтому вначале количество моделей измерялось сотнями, надо сказать. Но вот наша модель, которую мы распорили вместе с совмещением нашей будущей кажется более-менее такая все еще не исчезавшая. Потому что мы рассматривали два типа моделей. Это взрыв сверхновой и нейтринное излучение. И вторая модель это взрыв неравновесного слоя. Сейчас представляется, что взрыв сверхновой и нейтринное излучение это связано с гаммой всплесками, а неравновесное это связано с мягкими гаммами сотними фильтровами. Ну вы видите, что энергия изотропная это огромная это порядка массы покоя солнца, но поэтому нужно полиматься, чтобы увеличить герой герой Такие здесь центральные значит где-то в 1997 году был запущен итальянский спутник Берпе Сакс, на котором сделано первое революционное открытие после самого открытия гамма всплеска в 1997 году удачная выборная схема эксперимента позволила даже несколько приборов позволила быстро определить направление откуда идет этот всплеск с неплохой точностью то есть жесткое укрепление был всплеск потом рядом был прибор телескоп рентгеновский где он изделял мягкие кванты там от всплеска также мягкие кванты и он позволял с точностью до минуты определять направление с помощью оптических телескопов можно было смотреть на это направление сразу после всплеска и таким образом были открыты оптические после свечения на очень больших телескопах это оптическое после свечения позволило получить спектр и спектр оказались линии которые сдвинуты в красную сторону почему иногда очень сильно таким образом была установлена космологическая природа вот этих гамм сплесок причем длинный сплесок ну и много различных гипотез относительно природы центральной машины в общем большинство из них конечно не объясняет всей свободности данных и взрыв гелевой звезды видимо по времени недостаточно в общем это как-то действительно не рассматривается быстро вращающийся сильный зонологический пульс это идея работы Усова в 92 году она в общем предварила даже так сказать космологическую природу кстати должен сказать что Усов и Прилуз еще сразу после открытия гамм сплеска предположили что гамм сплеска образуется на космологических расстояниях в результате коллапса сперпассивных звезд и нейтринное излучение трансформируется в гамму что в общем-то как раз очень близко к тому что сейчас рассматривается вот вот он расправил быстрый пульсант который очень быстро теряет энергию свою и дает вспышку ну и тут разные другие модели которые я не хочу подробно написать там еще дальше будут другие ну вот сейчас самая популярная модель она основана на том что имеется массивная звезда с массивным нейтром происходит коллапс быстро вращающиеся звезды и в центре образуется черная дыра а эта черная дыра окружена довольно массивным порядком массы за магничным диском и в этом диске происходят процессы похожие на то что имеет место при взрыве магнитационно-взрыве сверху то есть происходит дифференциальное вращение усиление поля потоки правда гораздо более сложные потоки внутрь дороже недлинное излучение очень важно ну вот расчеты этой модели ведутся многими группами в частности вот бывший аспирант Барков в совместности с комиссаром Бангл и Радуси сделали эту работу вот можно показать фильм как раз вот они фиксированы пули вращающиеся с черной дарынки вот 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 видите вот это черная дыра это аффекционный диск который падает там вот в сильном магнитном поле все это смертится а потом в центре формируется значит вот такой выброс сейчас формируется все закончилось давайте говоримся обратно в общем получился вот такой выброс ну надо сказать что здесь численные проблемы очень серьезные потому что ось всегда была так сказать сингулярной точкой для асиметричных расчетов там стоит поэтому многие выбросы вдоль оси в общем такие особенно очень очень сильно направленные они могут быть артефактами поэтому конечно общая картида похожа но такой выброс вряд ли наше получается слабо коленированный выброс потому что мы ось специально рассматривали отдельно ну вот еще тут некоторые модели более экзотически связанные с механизмом Глэрфа Кершнайка это механизм извлечения энергии из вращающейся черной дыры связанной с дыры не очень так сказать его интерпретация пока что не очень установлена вот весьма мощный взрыв можно получить если у нас черная дыра сильно заряжена тогда эта сильно заряженная звезда настолько сильное электрическое поле что оно может на длине капонской волны электрона так сказать сделать парку получается как бы правой вакуум и получается могучее но сделать такую заряженную звезду видимо ну потом звезду связан с проводящими струнами по поводу перехода нейтронов кваркула в общем это все теоретические исследования которые скорее всего так и останутся теоретическими поэтому сейчас рассматривается одна модель связанная с зомологичным диском на черную дыру но и это нельзя считать окончательно так сказать внутри поэтому наблюдательные исследования Галас-Кресского является сейчас исключительно важным причем пока что эти наблюдательные имеются только два можно сказать даже три таких важных открытия здесь первое это само открытие Галас-Кресского затем было открытие после освещения и открытие связи с Галас-Кресского все остальные экспертальные наблюдательные работы связаны просто с накоплением данных и этих данных накопилось огромное количество но к сожалению они еще пока не могут дать ответа на следующий вопрос хотя сейчас эксперименты которые планируются они могут быть так сказать более информативные это главным фокусом надо исследовать спектр оптического свечения сопровождающего Галас-Кресского не то что потом но я покажу вам в каком месте вот здесь вот рассмотрят распределение статистика Галас-Кресского то есть 222 на самом деле если взять 3000 будет примерно то же самое то есть они разделены на два класса это короткие и длинные вот так сказать космология это для длинных а короткие это более близкие и немножко другой механизм здесь может быть даже слияние нейтронных звезд или слияние нейтронных звезд с черной дыру коротких звезд обычно так считается что это кодекс диска на черную дыру а это слияние нейтронных звезд там меньше энергии выделяется но более короткие в процессе кстати здесь гравиационные волны даже значит ну z известно до шести а на самом деле сейчас еще и до восьми известно но только для длинных ну и я говорю что происхождение может быть различное но для обоих типов оно достаточно вот это вот тот самый случай когда было наблюдено наблюдено связь между гаврис крестом и сверхновым значит была была сверхновая 99-го года и на месте этой сверхновой а это было внутри нашей калактики нет это ну в калактике довольно близко на месте этой сверхновой это была обычная но когда так сказать сопоставили данные это сверхновой с данными у гамма-сплеска оказалось что вот в эррбоксе это сверхновое как раз это сверхновое находится сначала предполагалось что значит это просто случайно совпадение совпадение но потом так сказать случайно как-то жалко терять такое дело поэтому стали это реальное совпадение и вот уже в марте 2003 года был один из самых ярких сплеснов и когда будет промерено оптическое свечение оказалось что спектр оптического свечения похож на спектр этой сверхновой отсюда был сделан вывод что скорее всего эта связь реальная почему этот сплеск так будет близким на самом деле он аномально близкий поэтому сплеск должен быть очень слабенький фактически он выбивается из всех статистических законов а этот сплеск далекий там где-то з порядок единицы даже больше и он достаточно яркий а сверхновая конечно гораздо слабее чернатость в силу удаленности но спектр похоже видите такие довольно-таки туманные сопоставления хотя не имея ничего лучшего приходится отмечать вот это как меняется спектр вот это опять сверхновая а это как меняется спектр той сверхновой которая связана с этим сплеском вы видите что что-то похожее есть причем вначале этот спектр был плот с оптическим излучением самого взрыва самого гаоскреска а это уже то что мы видим при развитии так сказать это самое дорогое вернее самое подробное был сделан вывод о том что имеется связь сверхновой с гаоскреском хотя даже многих ярких гаоскресков никаких сверхновых не было обнаружено но так сказать приходится учитывать это обстоятельство сейчас это мнение является достаточно суставным а скажите это что было оптический спектр авторков да оптический спектр авторков вот это как они меняются во время от этого дальше дальше видите звезды начинают падать падать а вот эти риги узкие по звезды других послечений нет Но оптические пользы свечения не обязательно могут быть связаны со сверхнозом. Так как взрыв гамма-склеска происходит в достаточно плотной среде, это гамма-излучение нагревает, прогревает и переизлучает в оптике. Такую модель мы рассмотрели еще давно, с Барковым тоже. И действительно получается, в зависимости от плотности облака, здесь мы рассматривали свежесимметричную модель, с Барковым мы рассматривали уже двумерную модель, позисимметричную, и здесь можно получить направленное оптическое излучение. То есть мы рассматривали оптическое излучение связанное с прогреванием направленным гамма-склеска. И по временным характеристикам и по аспектам здесь можно получить совпадение с некоторыми оптическими оптогломами. То есть эти оптические оптогломы не обязательно связаны со сверхнозом, и даже, скорее всего, они в большинстве случаев не связаны со сверхнозом. А связаны могут быть с переизлучением в результате сверхноза. Ну вот, теперь я перехожу к самому важному, видимо, самому информативному, так сказать, способ исследования гамма-склеска в настоящее время. Это исследование Промхоп-экономишн. То есть это исследование оптического излучения, которое приходит прямо во время самого гамма-склеска. Таких склесков известно очень мало, меньше десятка. Самый лучший из них – это вот эти два. Это, значит, 1999 год, собственно говоря, 1999 год и еще 2008 год. Я уже рассказывал, это тот спец, который связан со сверхнозом. Он наблюдался и в радио, и во всех диапазонах. Ну и в силу того, что не было соответствующего подходящего прибора, эта оптика имела такой вот вид просто, вид этого треугольничка, треугольничка, где одна точка здесь, одна здесь, одна здесь. А здесь вот галузь ПСА. И потом очень мало, маленькая свечка, то есть очень мало точек было на этой оптической перевеске, но, естественно, не было спектра, поэтому ничего особенного сказать было нельзя. Кроме того, что ясно, что оптическое после свечения разделяется на два очень ясно выраженных, так сказать, этапа. Первое – это Prompt Emission, это то излучение, которое связано с самим спецком, или сопровождает, и Afterglow, которое связано с совсем другими процессами, там, переизлучение, там, ударная волна и так далее. Так вот, исследование этого Prompt Emission как раз самое важное. Но надо еще сказать, что многие спектры после свечения получены как спектры тех галактик, в которых эти спектры происходят. Поэтому их связь, вот этих спектров, с самим спектром, такая, не очень уверенная. То есть в большинстве случаев мы просто измеряем ту галактику, или измеряем зеркал этой галактики, а где спектры прошли? Прямо там, или, может, по дороге, не ясно. Если же мы имеем Prompt Emission, то тут уж совершенно очевидно, потому что, как вы увидите дальше, форма этого Prompt Emission с большой точностью повторяет форму самого галактики спектра. И там уже эта связь абсолютно одна. И однозначно, и исследование спектра было бы чрезвычайно важно. Задайте, как раз, сейчас я иду. Теперь я перехожу к важнейшему открутию, которое было сделано нашими астрономами на телескопе в Чи. История этого, значит, позаминка беской и моды, это главные люди, которые сделали это. То есть, по идее, позаминка, которая была сцентруирована камера, очень широкоугольная камера, которая должна была смотреть небо за поле зрения гамма-телескопа или хотя бы части. Здесь была, сама камера мела диаметр, там где-то 12 см, диаметр этого рефрактора, порядка 12 см, то есть небольшая сцентра. Но с очень широким полем зрения, там 20 градусов. И оно здесь исключительно большое было программное обеспечение должно было. То есть, эта камера должна была отделять вот эти взрывы, вспышки. То есть, она должна была знать все звездные каталоги, должна была знать все вот эти вот спутники, которые прилетают, кометы и прочее, уметь выделять на фоне всех этих огромного количества разнообразных явлений на небе и прочее, вспышку, которая происходила, так сказать, недвижущимися источниками, которая длилась там неизвестно скоро, несколько секунд или так далее. Вот это программное обеспечение было составлено сотрудниками Бескина, Карповым и прочим. Абонберг был человеком, который фактически, скажем, был руководством на камере главного строительства. Она установлена на специальной астрономической институте в Кавказе. Сейчас она вроде не работает, но она довольно долго работала, но, к сожалению, никаких таких особых распределений там не было сделано, хотя там все наблюдалось, но головы в Бескин не попадали. Вот Бескин, значит, вместе с итальянскими коллегами, то есть фактически из-за денег этих итальянских коллег, построил, вместе с Бундер, они построили аналог этой камеры. Она была даже немножечко меньше идеально, чем на Бескин. Но установили и установили ее вместе с гораздо лучшим нервом. Это было в Чили, на высоте 4 километра, там гораздо лучше нервом. Эта камера называется Торторо. И эта камера была установлена на итальянском телескопе, который тоже был предназначен переследов для гназа Кавказа. Но поле зрения Торторо было там все-таки раз больше, чем в этом колесо, который был, так сказать, с Карабасом. Просто обычный перескол диагноз 60-х. Хотя он гораздо был более частичный, но зато это имело более широкое поле зрения. А здесь показано, что в ароматах этого делали. Здесь, конечно, тоже серия каталогов. И вот в марте, опять же, в марте 2008 года, если вы помните, в марте же был тот всплеск в 2003 году. Был зафиксирован вот этот яркий всплеск. Зафиксирован он был на российском приборе «Конус», который установлен на американском спутнике глины. Его же зафиксировали и американский всплеск, почему он был ярким, все спутники глины. Вот это вы видели, видите, кривый плеск в разных длинных кругах. Значит, это вот расстояние здесь порядка, вот видите, 70 секунд. Ну, 50 секунд. Вот, к счастью, прибор, который был установлен на этом, значит, торкора, в его поле зрения как раз попал этот всплеск. И вот, вот такую кривую диска он увидел. Вы видите, что здесь яркость достигает лучше 6, выше 6.4. То есть, этот всплеск можно было бы увидеть открытым простым глазом. Он так и называется, «Naked Eye of the globe». Ну, это, так сказать, сырой материал. Вот здесь, как вы видите, здесь вы видите уже обработанное. Я думаю, что у нас такая, как бы, девочка отсутствует. Да, это все связано с тем, что в этот момент итальянцы запустили свой, этот самый, телескоп, РЭМ. Поэтому здесь облюбение нельзя было проводить. А потом они восстановились уже совместно. Вот чтобы он закрыл, например. Ну да, там она. Вот. Вот здесь, вы видите, исключительно корреляция вот этого с гаузкой. Вы видите, здесь небольшое углубление. И здесь тоже углубление. Вот эта вот исключительно хорошая корреляция говорит о том, что это однозначно, так сказать, связанные вещи. И механизм излучения происхождения вот гамма и оптики могут быть не общее, не общее происхождение. Потому что до этого вообще, и вообще до сих пор непонятно, как возникает вот эта оптика. Но это вот уже последующее измерение, уже РЭМ, там, видите, уже много включилось телескопов, уже до 1000 секунд. Первое измерение — это вот 50 секунд. И сейчас вы увидите вот фильм, который показывает онлайн оптическое свечение вот этого всплеска. Вот вы увидите, как это происходит. Вот видите три звезды, вот эти три звезды. Они стационарные. Здесь ничего нет пока. Потому что телескоп работал и до, и после. И вот постепенно здесь появляется вот эта звездочка. Всё, что видите. Вот она. И постепенно эта звездочка становится ярче вот всех остальных звездочек. Потому что это уже не пятый вечер, это уже гораздо слабее. А это вот пятый, там, пятый, пятый с чем-то. Вот этот вот перискок. И дальше эта звездочка начинает гаснуть. Это наблюдение в реальном времени, которое в 50 секунд. Видите, она гаснет и считает. И на этом месте возникает очень, ну, достаточно слабенький там авторглоу, какой-то семнадцатой, восемнадцатой величины. Которые, как я уже говорил, связаны со всеми изгалов с местом, а с тем, что происходит вот так. Вот, значит, можно чего-нибудь. Ну, можно и другое. Вот. Ну, можно сделать отсюда ясно, так сказать, однозначно вывод, что кромпы оптических излучений однозначно связаны с сегалом излучения. Может быть, они имеют ту же самую коллимацию, то есть в той же системе направленности. В то время как оптическое излучение длинных авторглоуов, скорее всего, не коллимировано. Оно просто такое, сегалически симметрично. Ну, вот последнее. Значит, а, ну то, что надо сделать, надо по мере сегментового торгового. Есть ли там поляризация, есть ли там линии. И вот уже эти линии как раз и будут указывать на настоящий Z этого угла с местом. А поляризация будет указывать на его механизм. Тепловой или нетепловой. Что тоже очень важно. Пока что это не сделано, но это над этим сейчас как раз не трогано. И последнее, что я хотел рассказать, это о софт-репитрах, которые были открыты Мазицам. Дурку, вернее, Мазицам. Это из Санкт-Петербурга. Они открыли, в общем, все главные собственные битвы. Их известно сейчас штук восемь в нашей галактике. Он открыл первые два. Периоды вращения там от пяти до восьми секунд. И у них имеются гигантские взрывы, при которых яркость, гамма взрыва, увеличивается на опять же порядок. Собственно, так он был открыт. Это всплеск 5 мая 79-го года. Знаменитый всплеск. Где впервые был открыт как раз курсарк с периодом восемь секунд. Ну, так как периоды очень большие, энергия вращения достаточно маленькая, а яркость, в общем, большая. Яркость определяла это, определяется, собственно говоря, по... Даже, может, покажу пауков. Потому что вокруг этих пульсаров обнаружили слабенькие какие-то остатки сверхновых. И происходило поджесление для определения расстояния. Это, в общем, не очень надежная вещь. Хотя тот факт, что эти всплески находятся в плоскости галактики, говорит о том, что они достаточно далекие. И, в общем-то, расстояние вот примерно такие же, как вот исследование с сверхновым. А сама связь с сверхновым не очень определенная. Ну, модель, которая объясняет эти, так сказать, репитеры, была предложена вот американскими астрономами Дункан и Тобсом, и она называлась магнитарой. Это значит, магнитарами они назвали нейтронные звезды с очень сильным магнитным полем. И считали, что, так как энергии вращения недостаточно для свечения, то, так сказать, энергия черпается просто из-за энергии, а не биации полем. Ну, здесь, конечно, физически совершенно непонятно, как это сделать, потому что, если магнитная энергия такая большая, что она больше, чем кинетическая энергия всяких движений, то, фактически, она не может аннигилировать. Как известно, на Солнце, аннигиляция поля, пересоединение происходит за счет того, что имеются когнитивные движения, которые приводят к тому, что сближаются силовые линии, и они, так сказать, инглируют. Поэтому теоретически она, в общем-то, конечно, там энергия есть большая. Но есть еще наблюдательные средства в пользу того, что такие большие поля совершенно не обязательно ведут к каким-то взрывным процессам. В частности, в последнее время, начиная с 2000 года, открывается все новый и новый курсар с очень большими полями. Вот здесь поля 5 на 113 – это обычный курсар, где энергия черпывается за счет заполнения вращения, то есть здесь все абсолютно надежно. Дальше, вот видите, открывается кульсар с характеристикой магнитарной. Здесь уже поле 10-14, очень большое. И никаких следов кульсара там нет. Ну и наконец, само значение периода 8 секунд, которое считалось характерным для магнитарной, тоже не является чем-то особенным. Вот открыть, например, пульсар совершенно обычный, с периодом 8-5 секунд, как раз магнитарной. То есть, с одной стороны, вы имеете обычные пульсары с огромными полями, с медленным вращением, а с другой стороны, вы имеете магнитарный, тоже с медленным вращением. Но почему-то им приписываются поля, и эти поля, так сказать, делаются ответственностью за эти заполнения. Почему это? Я сих пор не понятно. В мазице было сделано еще открытие, очень важное, связанное с, так сказать, обнаружением вот такого, ну, сотни метра в андромиде. Здесь тоже, видите, на этой деревне 45 лет характерно для сельскофекциалов. Ну и, наконец, значит, еще одно, сейчас я хочу показать первое, вот, экспериментальный результат, который в мазице. Это вот первый секвест 5 марта, обружение пульса, ну, первая же змея. Но в максимуме яркость была настолько велика, что все приборы зашкаливали. Поэтому какая здесь амплитуда была не ясна. Было только нижний предел, можно было бы взять. Видите, это первая секвестра. Значит, этот еще один гигантский, ну, полу-гигантский сквест в андромица, показан репетер. Значит, вот этот репетер 98-го года он должен быть ему. Пока что четыре репетера уже дали гигантские сквесты. Что говорит о том, что частота вот этих гигантских сквестов примерно раз в третий. Ну, и, наконец, вот самый яркий сквест уже был, наблюдался в декабре 2004-го года в этом вот репетере. Это третий из ярких репетеров. Этот сквест был настолько ярким, что на Земле прерывалась, так сказать, связь. То есть, это порядка рта на сантиметр-квадрат. Мощность этого голубого существа на Земле. То есть, она была просто колоссальной. И, конечно, все приборы абсолютно зашкаливали. И, максимум сказать, был невозможен. И вот Мастерсу удалось, благодаря счастливому обстоятельству, что прибор летал не только на переказском спутнике ВИНТ, но и вокруг Земли, на другом спутнике. Там немножко другой прибор летал. И вот этот прибор зафиксировал подъем гаммы излучения в тот момент, когда, так сказать, сам этот всплеск был закрыт землю. Вот это было очень важно. То есть, вот этот коронос наблюдал поток гаммы излучения, увеличение, что? Отражение от луги. Да. Это было интерпретировано как отражение от луги. И благодаря этому построение математической модели, вот, это, ну, все это, все это, физическое свойство, позволило восстановить уже реальную кривую блеска. Впервые позволило восстановить реальную кривую блеску. Вот она, это кривая блеска восстановлена. И благодаря этому удалось получить абсолютное значение фатурма на Земле. Вот это, как раз, тоже дающееся открытие. Это связано с средней трактой. Ну, это вот, так сказать, тоже там, кульсар открыт с периода, где-то там. Это шесть секунд, неважно. Это вот сперта, всплеска восстановленного движения. Это вот, как раз, связь с Луном, вернее, связь с Луном. Вы видите, что сам этот самый репиттер находится где-то в сбоках. Особенно это гипнозирует. Вот здесь вот репиттер, а здесь остаток сверхнового. Поэтому связь сверхнового с репиттером весьма проблематична. Хотя, как я уже сказал, расстояние более менее так похожее. Ну и, наконец, вот, как магнитные поля. Какой аргумент надвигается поиск магнитных полей. Значит, когда вы меряете период, этот период растет со временем. Ну, для того, чтобы померить рост периода со временем, для пульсаров это большая работа, там, тайминг проводится и так далее. Здесь это сделано очень грубо. Вот это вот один момент формулы импульса. Видите, формулы импульса между скреслями и другого. То есть, совсем другая форма импульса. Тем не менее, авторы этого дела строят в Фурье диаграмму и говорят, что вот, мы получаем, значит, период, который, в общем-то, растет. Вот, вот, выбираем период, и он, по-моему, мягко растет. Чистота. Ну, конечно, на самом деле, это здесь ошибка большая в определении периода, таким образом, который они совершенно нечислили. Но даже не в этом дело. Тут даже, вот видите, в производных периодах прыжков меняется, что совершенно не характерно. Там протоны, циклотронные линии. То есть, здесь линия, они ее привисывают к протону. А может, это электрон, тогда поля совсем другая. Но главное то, что, так как энергия вращения немного меньше, то считать, что по изменению энергии вращения мы определяем магнитного поля совершенно не обоснованное абсолютно. Потому что изменения периода могут быть связаны с совсем другими процессами. Например, с потерей вещества, с потерей массы, там, с звездным ветром и так далее. Все это хорошо, в общем-то, понимается этими авторами. Так, кстати, я с ним уже это обсуждал. Но магнитарная модель, в общем, пока что стоит. Она любит ее очень. Ну и в конце хочу сказать, что мы рассматриваем другую модель. Как я уже говорил, эту модель мы рассматривали в нашей работе с нарушение, как нанесено, связано с ядерным взрывом, напряжением с электронной звездой. Вот, 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 вот,うんSure метронной звезды. Здесь кора, в этой коре имеется неравновесный слоё. Вот этот неравновесный слоё значат, во время звезда трясения, которое во время отрыва в коре происходит, он вылезает наружу. В нём вот такая вот энергия довольно большая, запрессена ядерная. И во время, это вот то, что это работает, во время, значит, землетрясения, это ядерный, то есть неразвестный слой в виде такой вот набора ядерных бомб здесь изображен. Во время землетрясения одна из бомб выходит наружу, и она становится уже неустойчиво, она уже взрывается, потому что в этом процессе приводит к увеличению числа протонов в ядре, в ядерном состоянии неустойчиво делится и получает цепная реакция. Ну и, наконец, выводы такие, что гамма-спресс, эти космологические объекты, неизвестны только вот это, чёрная дара с окружённым тяжелым зоомогичным диском, гамма-спресс, манипуляционное сверхновое, могут дать клеймированные образцы, которые пообщем служить источником манерии нам происходить. Софт импидры — это очень активный метод, вращающийся в экране с этой точкой. Факт, наиболее популярная интерпретация — это манитары. Но, ввиду большого числа проблем с монетарами, есть альтернативная модель, которую мы сейчас рассматриваем. Это неравнолезный слой, который приводит к взрыву. И эти взрывы, разная мощность, менее и более мощность, могут имитировать взрывы, наблюдаемые от софт гамм. Спасибо большое. Если есть вопросы, пожалуйста. Ну вот такой вопрос. На предыдущей лекции мы показывали математическое моделирование, в основном процессе. Там вот эта вот сетка была, а это нет конечных элементов? Нет, это разный. Разный, потому что, так сказать, величины грузла к сетке, там грузла к сетке. Выбор клеукольной сетки связан с, это уже анализ устойчивости к сетке. А сетка из стационарной? Нет, я же говорю, она перестраивает клеукольную сетку. То есть на каждом шагу, каждый элемент проверяется, если он испортился, то меньше три типа перестроенных. Там увеличение числа, увеличение, и там переходы. В общем, три типа, я это не рассматривал. Но вот эти три типа описывают всю совокупность вопроса перестроенных. И вот на каждом временном шагу плохие эти элементы перестраиваются. Процесс перестройки очень сложный, то есть такой неоднозначный момент, потому что там нужно пересчитать величины на новой сетке и одновременно выполнить законы сохранения. Это невозможно сделать точно. Поэтому выбирается такой метод, эволюционный метод, что при использовании законов сохранения выбирается такой, так сказать, тип перестройки, который минимизирует вот ошибки. Ещё один вопрос, а вот граничные условия такие ставятся? Конечно, конечно. Граничные условия, что ли? Не отражаться? Нет. Граничные условия – это очень разреженное давление, очень маленькое давление снаружи. Ну и невозможно просто чистить. Настолько маленькое, что он практически не влияет на нарушение. Поэтому очень маленькое давление внешнее. В качестве внешнего граничных условий остается. На давление, ну там ещё соответственно и на алгентах. Поэтому все граничные условия ставятся в специальности. А вот сейчас, если в магнитные входят какие-то неотражательные? Нет, нет, никакого отражения нет. Всё это выходит в папу. Нет, я говорю, не отражательные. Специально. А, не отражательные? Наверное, не отражательные. Я сейчас, что вы знаете, точно самовылирую. Но они в наших работах всё-таки обманутся. Граничные условия, начальники. Но это сложный расчёт. А его никто не повторил. Потому что это расчёт, так сказать, программа уникальная. Но он занимается в зависимости от поля. Если поле маленькое, то это длится, может быть, ну, понятно, месяц, там, нескольких недель. Ну, на хорошем весе там. А то есть это не накладство? Нет, это не накладство. Недостаток этой программы состоит в том, что она трудно параллелизуется. Потому что это не явный мир. В явный мир гораздо проще параллелизовать. Поэтому так же по плану не параллелизуем. Да. Ещё вопрос, пожалуйста. А вот Вы говорили, что изотропная, конечно, там экспресс не может отлучать. Потому что энергия вообще допредельная. А каков угол уже считают? Ну, вопрос угла очень не простой. Ну, а быстро считается так, что где-то в 100 раз что-то уменьшить на такую баллу. А это полка цифр. То есть это означает, что реальная экспресса гораздо больше, чем мы это видим, да? Кто-нибудь считает? Да, конечно, конечно. Число больше, да. Есть такой, конечно, небольшой. Но она не с потолка. Там разные модели. Там фаерболы. Одни считают, что угол совсем очень маленький. Там секунды. В общем, этот вопрос весьма простой. Но средняя величина такая, что примерно в 100 раз поменьше. А вот Вы там упомянули про модель Руфини, но как-то странно. То есть объект Чапана может объяснить, но непонятно как перевести. Модель Руфини? Да. Ну, я же говорю, что модель Руфини очень хорошая. Я Вам говорю, что модель Руфини очень хорошая, если бы удалось сделать такую черную лепу. Но расчеты, так сказать, эволюции. Как формируются. Показывают, что порядка в 20 не хватает. То есть это не модель, знаешь? Может, Николай Шваревич принимал участие? Мисс Александр Михайлович. А, в принципе. Ну, я ее просто как вудюс, на самом деле, показал. А, в принципе. Так, еще вопрос есть? Ну, давай еще раз подавим на замечательные выступления. Спасибо.